Я говорить не смогла. У меня рот перекосило, перекошенный был рот. Попала я сначала в Тальменку, а потом из Тальменки меня привезли сюда. Если у человека вдруг по какой-то причине произошла асимметрия лица, ослабела рука или нарушилась речь, то прежде чем ставить другие, менее опасные диагнозы, мы должны исключить инсульт. Для этого человеку в максимально ранние сроки необходимо вызвать скорую помощь и доставить его в специализированное отделение. Первичные сосудистые отделения, созданные в шести городах края, региональные, появились в Барнауле в 2008-м. После госпитализации по скорой в дело вступает мультидисциплинарная бригада, состоящая из невролога, реабилитолога, при необходимости реаниматолога, логопеда. 69-летняя Зинаида Абрамова спустя две недели после госпитализации чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Но многим в центре приходится проводить и месяц, и дольше. Поэтому кроме приема лечебных препаратов, ежедневные реабилитационные упражнения. Этот комплекс совсем новый. Пациент, надевая специальную перчатку, будто играет в компьютерную игру. Праксис, то есть движение нормальное у пациента было утрачено частично в результате инсульта. За счет системы биологической обратной связи пациент эту функцию может восстановить при активном занятии. В данном случае пациент идеально, практически подходит для занятий. Он адекватен, контактен, критичен. Он выполняет все упражнения, выполняет их с энтузиазмом. И он сам заинтересован в своем восстановлении. Таких реабилитационных залов в отделении 5 практически никогда не пустуют. Для каждого человека подбирается своя индивидуальная программа. В центре поражения конечностей, с левой стороны, это рука и нога, мы разрабатываем именно пораженные конечности. Есть такая шкала рэнкина. То есть это шкала рэнкина, это шкала реабилитационного исхода. То есть согласно этому мы говорим о том, что примерно по данным разных лет от 50 до 60% у нас пациентов восстанавливается до сохранного самообслуживания. Это я считаю очень хорошо. Из минусов инсульты молодеют, в том числе из-за коронавируса. Врачей, особенно среднего медицинского персонала в отделении не хватает. Причина та же пандемия. Но в остальном здесь ничего не изменилось. Ежедневно идет борьба за жизнь и здоровье пациентов. Кстати, чтобы не оказаться на больничной койке с инсультом, по словам врачей, стоит следить за уровнем холестерина, сахара, давлением, вести здоровый образ жизни. А чтобы избежать повторного инсульта, следовать рекомендациям врачей и принимать все необходимые препараты. Татьяна Головева, Александр Антропов. День с толком.